Невероятный свод и купол в этом зале. И вот один из основных залов. Отведен, конечно же, Бартоломео Эстебано Мурильо. Это вот его непорочное зачатие. Мы видели очень много картин непорочного зачатия. Это, конечно же, картина, наверное, один из самых основных библейских сюжетов. И вот так вот оно выражено Мурильо. Он был даже самым главным представителем Сибирской школы. Золотого века живописи. Здесь, конечно, вот все его картины. А вот, пожалуйста, благая весть. Как Мурильо благую весть выразил. Совсем по-другому. Здесь Архангел говорил с другой стороны. И Дева Мария выглядит очень реалистично. Какая же красота. Вот еще одно непорочное зачатие. Вот еще его одно непорочное зачатие. Два непорочных зачатия. Вон то. И вот это. Совсем. Как бы две различающиеся картины. Вот Святой Французский обнимает. Вернее, как бы он так его снимает. Обнимает Христа. Святой Антоний. По-дуански. Скорее, с Христом Младенцем. Тоже картина. Святой Иосиф с Младенцем. Такое интересное очень лицо Иосифа прорисовано. Тот же Святой Антоний Бадуанский. Это невероятная картина. Еще одна Мадонна с Младенцем. И здесь Иоанн, Христитель. Интерпретация. Он как-то очень интересно лица рисовал. Мне кажется, на свой манер лица его не похожи на какие-то другие. Поклонение волхов от Мриле. Тоже очень интересно. Нарисован один из волхов. Конечно же, этот сюжет мог его обойти. А здесь. Святой Томас дает милостыню. Подает милостыню. Ну и, конечно же, в многочасти. Так называемая пьета. Тоже Мриле обалдеть. Насколько четко рано прорисовано. Опять его картина. Маленькая непорочная. Святой Агустин сделает сладенцем. Святой Агустин еще. Муриле просто был невероятен. Ну и, в общем-то, он был главой школы северской. Поэтому он был, конечно, главным патроном всего этого. Святой Франциско. Святой Агустин.